Здравствуйте! Вас приветствует информационная служба телеканала МТВ. В эфире «Время новостей» в студии Анны Корохова. Наши корреспонденты следят за развитием событий в регионе и областной столице. И сегодня в выпуске. В Волгограде прошли межведомственные учения по гражданской обороне. Станцию Комсомольская превратили в убежище для временного размещения граждан. В случае ЧП вместе со спасателями в городскую подвемку спустилась и наша съемочная группа. Волгоградцам презентовали проект по ликвидации опасного шлама накопителя в Кировском районе. Как специалисты планируют рекультивировать территорию Белого моря. Засолка – дело тонкое. На Волжском комбинате Ахтуба приступили к выпуску консервной продукции «Урожая-2022». Расскажем, почему местные огурчики всегда хрустящие и очень вкусные. Артист – путь победителя. Как побороть страх выступлений на сцене и не потерять талант из-за неуверенности? В Волгоградской серебряковке состоялся необычный мастер-класс от вокального психолога Академии Ларисы Дуриной. Что делать в случае, если звучат сигналы воздушной тревоги, как быстро собраться и что нужно взять с собой в так называемом тревожном чемоданчике? Сегодня в Волгоградской области прошли межведомственные учения по гражданской обороне. Одним из пунктов их проведения стала станция скоростного трамвая Комсомольская. Здесь отработали механизм укрытия населения в подземных сооружениях. Насколько готова Волгоградская подземка и сколько жителей здесь смогут разместиться в случае ЧАЭС, расскажет Дарья Коломыченко. Учения на территории Волгоградской области начинаются с гула сирены. Она оповещает жителей региона и областной столицы о тревоге. Горожан просят соблюдать спокойствие. Алгоритм действий в случае возникновения ЧАЭС должен знать каждый. В первую очередь, куда идти. Одно из сооружений, где можно укрыться – подземные станции скоростного трамвая. Сотрудники метроэлектротранс должны обеспечить перевод защитного сооружения в рабочее состояние в случае необходимости. Защитное сооружение может вместить 8 тысяч человек. Если данное помещение рассматривать как укрытие, то до 38 тысяч человек. На время учений тоннель метроэлектротранса переводят в режим защитного сооружения. В подземке оборудуют деревянные настилы, устанавливают скамейки и кровати. На одного человека примерно полтора квадрата. В случае ЧАЭС разместиться можно в тоннелях, на платформах, а также в вагонах, если они остались на станциях. Главное, что советуют горожанам не паниковать. Плюсом будет собранный заранее тревожный чемоданчик. Средства индивидуальной защиты, аптечка, по необходимости спальный мешок и небольшой стульчик. Ну и, конечно же, теплая одежда и небольшой запас еды. С собой также можно взять средства гигиены, одноразовую посуду, фонарик, небольшое одеяло. Главное, чтобы сумка была максимально легкой для переноса. Удобства предлагаем на семью иметь. Это либо туристический коврик, либо спальный мешок. И табурет складной, рыбацкий, туристический тревожный набор, который должен быть у каждого гражданина Волгоградской области. Рекомендуем. Потому что это позволит до сутки находиться свободно и беспреклянственно в укрываемых помещениях. У Алексея Рябухина тревожная сумка всегда на готове. Молодой человек точно знает, что делать в чрезвычайной ситуации. Нет, тревоги не возникнет, потому что все это распространяется, агитации. То есть все обучены, все это знают прекрасно. Когда поступает сигнал, что нужно взять с собой. Сумка тревожная, сразу уже собранная, как бы дома лежит. Соответственно, меняешь там продукты по сроку годности. Для укрытия населения на станциях метроэлектротранса оборудованы герметичные затворы, резервуары для воды и санитарные узлы. Учения позволяют отработать основные способы защиты населения и повышение устойчивого функционирования ключевых для региона объектов. Задача, которую мы перед собой ставим, одна из основных. На самом деле, посмотреть, в каком состоянии находятся объекты, которые необходимо использовать в рамках защиты населения при либо природных каких-то проблемных вопросах в чрезвычайных ситуациях, либо техногенного характера. Вопросы безопасности являются наиважнейшими. Учения проходят на территории всей Волгоградской области. Андрей Бочаров подчеркнул, что они своевременны, так как в настоящее время меняется подход к вопросам гражданской обороны. Старт такого подхода, реализация на территории Волгоградской области, в котором будут в том числе задействованы и все органы власти, все наши структурные подразделения, и в том числе, конечно, жители. Это очень долгий путь. Это не простой путь, но это долгий путь. Но мы его пройдем. Комплексные межведомственные учения по гражданской обороне в Волгоградской области проводятся по поручению президента России. Учения такого масштаба в регионе не проводились со времен СССР. Их итогом станут анализы и оценка готовности системы гражданской обороны на территории области, а также предложения по совершенствованию ее функционирования. Дарья Коломыченко, Роман Сыдлецкий. Время новостей. О рамках комплексных межведомственных учений по гражданской обороне на одном из промышленных предприятий Волгограда сегодня ликвидировали условную аварию, связанную с выбросом химически опасных веществ. Давайте посмотрим, как это было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 На данном учебном месте мы отрабатывали две учебные точки. Первая – это была ликвидация аварии, связанная с разрушением емкости с хлором. И вторая учебная точка была возгорание нефтепродуктов, также на станции перекачки топлива. Работали аварийные службы предприятия, также служба 089 города Волгограда. Все мероприятия были отработаны в строгости с нашими инструкциями и с инструкциями завода. Пожарные подразделения Волгоградского территориального гарнизона отработали по вопросу потушения пожара, связанные с розливом нефтепродуктов. Личный состав как предприятия, так и аварийно-спасательных формирований МЧС с поставленной задачей справился. Комплексные межведомственные учения по гражданской обороне прошли и в жилых микрорайонах. В Волжском жители многоквартирных домов эвакуировали в подвальные помещения и пункты временного размещения. Продолжит Светлана Ларикова. Уважаемые граждане, сигнал внимания всем. Проводится эвакуация. Повторяю, проводится эвакуация. Тревога учебная, но действия и организаторов, и населения максимально приближены к реальным. Главное в случае возникновения угрозы знать, куда идти и не поддаваться панике. Проведена активная работа с руководителями управляющей компании. То есть жители данного дома были, на данный дом выезжало наше руководство. Были даны, проведены инструктажи с жильцами. То есть жильцы все предупреждены. Жителей эвакуировали в подвальное помещение жилого дома. Эти учения необходимы, они очень полезные. Люди уже не теряются. В случае вот такого вот непредвиденного обстоятельства, люди становятся более грамотны, без всякой паники, без всего, цивилизованно. Знать это одно, а когда на практике показывают, это хорошо. Подготовка нужна. Спокойно, чтобы знать, заранее все приготовить. Да, взяла вот и водичку, и паспорт, все мы взяли. Вот все есть, водичка, документы, все взяли. Учения плановые. Подобные мероприятия в регионе проводятся каждый год. Но в таком масштабе впервые. Цель – проанализировать, в каком состоянии находятся объекты для защиты населения в ходе чрезвычайных ситуаций, природного или техногенного характера. Будем оценивать, как граждане относятся к данным сигналам. Правильность действий, как граждан, так и наши действия. Чтобы внести по необходимости корректировку в действия должностных лиц администрации, ну и других организаций и предприятий города, задействованных в учениях. По итогам комплексных учений получат оценку готовности системы гражданской обороны. В решении задач задействованы представители органов власти, профильных служб и жители. Все идет по плану, да. Первая часть – это перемещение в заглубленные помещения. Прошла удачно. Жители еще одного многоквартирного дома в Волжском в пункт временного размещения эвакуировали на автобусах. В настоящий момент люди находятся в комнатах ожидания и сейчас они подходят постепенно к столам регистрации, где эвакуированные регистрируются. Затем они проходят в комнату другого ожидания, из которой они пойдут в спальные помещения, комнату отдыха. На базе средней школы номер 28 для граждан оборудовали место для приема пищи, комнаты матери и ребенка, кабинет психологической разгрузки, санитарные комнаты. Всего такой пункт временного размещения способен принять до 300 человек. Нормативное время для развертывания – не более 4 часов. Эту задачу в ходе учений выполнили. Светлана Ларикова, Рубентальский, Время новостей. Итоги комплексных межведомственных учений по гражданской обороне на территории региона губернатор Андрей Бочаров подвел на оперативном совещании. Андрей Бочаров подчеркнул, что в ходе комплексных межведомственных учений все учебные вопросы были отработаны в полном объеме действий органов управления, сил и средств гражданской обороны, а также их взаимодействия отвечают текущей обстановке и выполнению стоящих задач по защите населения и территории Волгоградской области. Губернатор заслушал доклады участников учений, руководителей муниципальных образований, промышленных предприятий, главы регионального управления МЧС России. Сейчас очень важно понять, какие у нас существуют проблемы, какие у нас есть задачи, что нам необходимо сделать для того, чтобы в полном объеме защитить население Волгоградской области от червячайных ситуаций, либо природного, либо техногимого характера. Поэтому такие учения, они важны и нужны. У нас есть вопросы по оповещению. Есть вопросы, связанные с информированием населения, о нахождении различного рода укрытий и убежищ. Но что очень важно, несмотря на все проблемные вопросы, нужно отметить, что система управления регионом, система управления муниципальных образований в режиме, по крайней мере, учений по гражданской обороне, работает, функционирует. Профильным органам из полвласти и региональному главку МЧС губернатор поручил в двухнедельный срок представить анализ работы всех звеньев системы гражданской обороны в Волгоградской области, обеспеченность имеющихся объектов техникой, оборудованием, специальным снаряжением для ликвидации последствий ЧС, а также предложение по совершенствованию системы управления гражданской обороной. Шлам и накопитель бывшего химпрома площадью в 28,5 гектаров несколько десятков лет приносят вред окружающей среде. На территории Белого моря находится 4 миллиона тонн опасных отходов, в том числе 110 тысяч тонн вредоносного шлама с высоким содержанием ртути. Это отходы химического производства с первого по четвертые классы опасности. Проект ликвидации опасного объекта в Кировском районе обсудили на общественных слушаниях. Задачу ликвидировать экологическую угрозу, исходящую от объекта, поставил губернатор Андрей Бочаров. В регионе создана группа экспертов по разработке вариантов решения проблемы. Экологи, геологи, проектировщики, геодезисты изучили отечественный и зарубежный опыт по обезвреживанию химических отходов и вариантов рекультивации шлама накопителя. Эксперты также провели консультации со специалистами Российской академии наук. В ходе общественных слушаний проектировщики презентовали эффективный способ нейтрализации Белого моря в Кировском районе Волгограда. В зале представители природоохранных структур, научной среды, эксперты, экологи, общественные и политические деятели, неравнодушные граждане. Важный вопрос поднимают по поводу химической проблемы нашего города и по устранению ее решению, тем более за такой небольшой срок. В презентации все было четко и понятно. Проектировщики рассказали общественникам, как будут устранять угрозу, исходящую от опасного объекта. Специалисты рассмотрели несколько вариантов ликвидации Белого моря. Вывоз шлама с последующей его утилизацией, термическое обезвреживание и плазменная переработка или консервация объекта с дальнейшей рекультивацией. Последний вариант оказался оптимальным. Локализация шлама, установка укрытий и геохимических барьеров под землей в совокупности с комплексной системой мониторинга. Проект стоимости около 8 миллиардов рублей реализуют в два этапа. Технический, который займет два года основные строительно-монтажные работы и биологический, он будет проводиться на протяжении четырех лет. Это уход за растительностью и посев газонов. Консервация данного объекта, создание стакана, могильника, в котором будут эти отходы лежать. Они будут полностью изолированы от прилегающей территории, от водоносных горизонтов Волги, от поверхности грунта. Шлама-накопитель начал формироваться в прошлом веке в результате хозяйственной деятельности предприятия «Химпром», выпускавшего военную и гражданскую продукцию. Все токсичные отходы, сероводород, сероуглерод, ртуть, хлористый метил, меркоптан и хлор десятилетиями складировались совсем близко от Волги. В 2021 году сотрудники Комитета природных ресурсов Волгоградской области заключили первый госконтракт на изучение объекта накопленного вреда и получили информацию о содержании вредных веществ в шлама-накопителе. В рамках второго госконтракта создали проект по ликвидации Белого моря. После проведения общественных слушаний проектную документацию направят в главгосэкспертизу России на проверку и согласование. Следующий этап – формирование заявки на получение финансирования для реализации проекта. Это серьезный региональный проект. Он направлен на защиту окружающей среды, экологическую безопасность для наших жителей. Вы знаете, шлама-накопитель Белого моря – это проблема действительно еще сложилась с давних времен. Комитетам принимаются все необходимые меры для того, чтобы решение вопроса этого было. К проблеме ликвидации Белого моря региональные власти пытались подойти с конца 20 века. Однако реальных подвижек удалось добиться лишь сейчас. Губернатор Андрей Бочаров пригласил в регион ключевых федеральных руководителей, от которых зависело принятие решений. 22 мая 2021 года на территории Белого моря прошло выездное совещание с участием представителей Минприроды Российской Федерации, Роспотребнадзора и других структур. Дарья Денисова, Роман Седлецкий. Время новостей. 11 тысяч саженцев белых тополей в санитарно-защитной зоне Каустиков в эти дни высаживают сотрудники предприятия. Площадь нового участка будущей лесозащитной полосы на юге Волгограда – почти 9 гектаров. Озеленение территории, прилегающей к промплощадке – очередной этап программы природоохранных мероприятий, которую заводские экологи реализуют совместно с сотрудниками специализированной организации. Задача – уменьшить выбросы парниковых газов в окружающую среду. Один к одному аккуратными рядами на участке санитарно-защитной зоны Каустика зеленеют 3000 белых тополей. Их высадили всего год назад. За это время деревья хорошо прижились и подросли, превысив отметку в один метр. Среди крепких молодых тополей некоторые заводчане узнали те, что высаживали своими руками. Ощущения действительно очень добрые, светлые, непередаваемые, потому что в 2021 году наше предприятие уже высадило часть деревьев. Мы сейчас можем наблюдать, как в такой уже холодный период до сих пор тополя еще находятся в зеленом состоянии. Радует глаз. Перед нами раскинется картина в 2023 году, очень приятная в виде зеленого леса и зеленых насаждений. Приживаемость белых тополей в степной зоне стопроцентная. Должный уход за деревьями – заслуга работников подрядной фирмы. Зеленые насаждения своевременно обрабатывают от вредителей и поливают с помощью современной системы орошения, вносят удобрения. Также специалисты продолжают активно внедрять собственную разработку, интенсивную технологию выращивания. Перед этим поле обрабатывается, максимально рыхлится на 40 сантиметров, вносятся минеральные удобрения и обеспечивается полив своевременный. И также защита растений от болезней и вредителей. Белый тополь зарекомендовал себя на отлично. Не дает пуха, устойчив к холодам и зною. Экологическую программу специалисты Каустика решили расширить. И на втором ее этапе для нового участка озеленения выбрали ту же породу. Теперь обогащать атмосферу кислородом лиственные деревья в Красноармейском районе будут на территории в 11 гектаров. Почти 9 из них озеленят в этом году. Деревья сотрудники экологических подразделений предприятия высаживают и с привлечением подрядчиков со спецтехникой, и самостоятельно, вручную. Мы делаем это в рамках нашей экологической программы, направленной на 2019-2023 год, где мы должны высадить порядка 15 тысяч саженцев деревьев. Это то, что будет видно с новой трассы, которая тут строится, что завод стоит в зелени, утопает в этих красивых молодых деревьях, чтобы был воздух чище и для эстетики. За пять лет тополя в санитарно-защитной зоне, которая граничит с проезжей частью, достигнут высоты более 6 метров. Все это время заботиться о них будут подрядчики. Роскошный лес позволит обеспечить долговечный положительный эффект сокращения выбросов парниковых газов в окружающую среду. Общая стоимость природоохранного проекта предприятия – более 50 миллионов рублей. Екатерина Кудряшова и Александр Шишин. Время новостей. Более 90% работ выполнено в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги Волгоградской области». В частности, в Волгограде, Волжском и наряде участков региональной и межмуниципальной сети отремонтированы 106 улиц. По информации регионального комитета транспорта и дорожного хозяйства, всего в рамках нацпроекта в этом году предстоит привести в нормативное состояние около 400 километров дорог. Общее финансирование работ в этом году превышает 10 миллиардов рублей. Сейчас работы продолжаются на 46 объектах, вот в эксплуатацию которых запланирован на 2023-2024 годы. В этом перечне первый этап третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу, второй этап продления улицы Электролесовской, реконструкция улицы Латашинской, ремонт путепровода номер 8 на третьей продольной магистрали двух путепроводов на улице Александрово, Волжском и другие объекты. В целом, в этом году по итогам всех программ Волгоградской области отремонтируют и построят больше 450 километров дорог. К примеру, продолжается возведение обхода Волгограда. Помимо автомагистралей в регионе ремонтируют мосты и путепроводы, а также внедряют интеллектуальную транспортную систему, которая позволит повысить безопасность и снизить аварийность. В этом году к комплексу подключат систему мониторинга параметров транспортного потока, контроль управления светофорами, систему видеонаблюдения и модуль координированного управления движением. Благоустройство улицы Титова продолжится в следующем году. По итогам открытого конкурса уже выбран подрядчик для проведения работ на четной стороне бульвара в границах между улицами Еременко и Тарощанцев, в том числе на зеленой зоне между проезжими частями. На территории уложат тротуарное покрытие, смонтируют 40 светоточек, камеры видеонаблюдения и парковую мебель. На зеленых зонах агрономы высадят больше полутора тысяч роз и 600 кустов берючины, уложат и рулонный газон. Уникальную каштановую аллею пополнят молодыми саженцами этой же породы. Реконструкцию будут проводить в несколько этапов. Напомним, на сегодняшний день завершено благоустройство на бульваре между улицей Еременко и первой продольной магистралью со стороны парка имени Гагарина. Сейчас завершается обновление участка между первым и третьим домами. Дзержинский район стал самым густонаселенным районом Волгограда. Согласно последним статистическим данным, в нем проживают более 180 тысяч человек. В тройку лидеров по численности населения вошли Красноармейский район – 160 тысяч жителей и Краснооктябрьский – 142. Меньше всего проживает в Ворошиловском районе – 78 тысяч жителей. В число наименее населенных районов Волгограда вошли также Центральный – 85 тысяч, и Кировский, где проживают 98 тысяч человек. Дзержинский – один из наиболее динамично развивающихся районов Волгограда. Из событий только последних дней, которые произошли в нем, обновленную часть мостового сооружения на путепроводе номер 8 на 3-й продольной магистрали открыли для движения транспорта. Завершены все основные работы по укреплению конструкций мостового сооружения. Сформировано новое дорожное полотно и пешеходная дорожка. К привычному маршруту вернулся автобус номер 59. Ранее он объезжал участок реконструкции по соседним улицам. На улице Шекснинской специалисты приступили к возведению стен первого этажа будущей школы на тысячу мест. Для нового образовательного учреждения в микрорайоне с плотной жилой застройкой муниципалитет выделил территорию площадью свыше 25 тысяч квадратных метров. Школу в Дзержинском районе возводят по региональному проекту «Современная школа нацпроекта образования». Специалисты устанавливают железобетонные колонны высотой 7 метров. Они станут опорой для перекрытий здания. Рабочие приступили к возведению внешних стен первого этажа. Большим событием для жителей Дзержинского района стало открытие обновленного бульвара по проспекту Жуково. Теперь на нем семьями с друзьями и близкими с удовольствием гуляют сотни волгоградцев. Благоустройство общественной территории жители оценили на отлично. Бульвар по проспекту Жуково стал главным в районе местом для прогулок всей семьей и занятий здоровым образом жизни. Почти 19 тысяч комплектов вакцины от новой коронавирусной инфекции «Спутник ВИП» поступили в регион и оперативно распределяются между медицинскими организациями. Сегодня от COVID-19 в Волгоградской области привиты уже свыше миллиона 800 тысяч жителей. В Волгоградской области продолжается иммунизация от новой коронавирусной инфекции. В облздраве отмечают, что по желанию пациента вакцинироваться препаратом гамм-ковид-вак можно как внутримышечной инъекцией, так и назальным способом. Прививки делают в 74 прививочных пунктах, в медицинских учреждениях, а также в специализированных центрах на базе ТРК Волгограда и Волжского. Мобильные прививочные бригады направляются в организации предприятия, отдаленный населенный пункт, выездная вакцинация продолжается и в стационарах области. Кроме того, в регионе продолжается прививочная кампания от гриппа. Защиту от вируса уже получили более миллиона жителей, в том числе более 248 тысяч детей и подростков. Задачи по повышению готовности всех ведомств к возможному ухудшению санитарно-эпидемиологической ситуации поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседание оперативного штаба. Глава региона прошел ревакцинацию от COVID-19 в начале августа. На одном из самых мощных в стране консервных комбинатов, на комбинате Ахтуба в Волжском, приступили к выпуску овощной консервной продукции «Урожая-2022». За четыре месяца с момента запуска завода на нем произвели уже около 14 миллионов банок разнообразной консервированной продукции. За сезон переработали более 6 тысяч тонн свежих овощей урожая этого года – огурцы, томаты и перец. Что нужно сделать, чтобы огурцы получились хрустящими и очень вкусными, узнала Инна Емельянова. Засолка огурцов – дело тонкое. На консервном заводе Ахтуба процесс начинается в этом отделении. Соленые огурцы выгружают из бочек в специальные бассейны. Здесь их вымачивают. Это необходимо для того, чтобы каждый огурчик получался вкусным и хрустящим. У нас три ванны. В каждой ванне загружается по 6 тонн огурца. Вымочка приблизительно идет от 3 до 5 часов. Таких оборотов три у нас в смену. Огурцы моют в барабанных щеточных машинах. После просушки они попадают в банки. В чистую банку загружается зелень по тому транспортеру. Вот зелень в банке. Тут укроп и чеснок. А расскажите, для чего это делается? Чтобы огурец был не обезличенный, был вкусный, чтобы уже больше ничего с ним не сделали. Взяли на стол, порезали и с удовольствием ешьте. Под картошечку, под все что угодно. Укладывают зеленые плоды вручную. Эти овощи собирали с полей компании. Используют также продукцию, поставленную местными фермерами в замороженном виде. Большую часть сырья перерабатывают сразу. А 20% закладывают на хранение в подземные бункеры. Пройдя весь этот длинный путь, продукция попадает сюда. На линию фасовки и упаковки. Здесь специалисты контролируют вес огурцов в банке. После добавления маринада, каждая банка проходит термическую обработку в пастеризаторе. Это позволяет не допустить развития микробиологических процессов. На каждом этапе консервации осуществляется лабораторный контроль качества. Благодаря этому продукция вкусная, качественная, без красителей и ГМО. Строительство консервного комбината стартовало в августе 2020 года. В июле текущего его ввели в эксплуатацию. Сегодня здесь готовы производить до 80 миллионов банок с продукцией в год. Поставлять ее будут на российский рынок и за рубеж. В дальнейшем, в течение двух месяцев, ориентировочно, мы планируем запуск в эксплуатацию линии по производству соусов. Это кетчупа, горчицы, аджики. Ну и к лету планируется запуск второй производственной линии, которая будет производить овощные деликатесы. Мощность переработки увеличит до 15 тысяч тонн овощей в сезон. В год объем переработки овощей составит до 40 тысяч тонн. Работа новой площадки позволяет реализовать не только потенциал АПК региона, но и обеспечить занятость населения. На заводе трудятся 200 рабочих и сотрудников. Открытие новых предприятий, увеличение объема переработки плодовощной продукции – задачи, поставленные губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Только за последние 8 лет объемы переработки выросли более чем в два раза. Этому поспособствовало эффективное взаимодействие инвесторов с органами власти. Инна Емельянова, Андрей Кирсанов. Время новостей. В список самых полезных овощей и фруктов ноября, какие профессии волгоградцы считают самыми благородными и почему необходимо избавляться от ненужных банковских карт. В эфире краткий обзор самых читаемых публикаций информационного портала МТВ.онлайн. Еще одна группа мобилизованных волгоградцев отправилась к местам боевого слаживания. Перед этим резервисты прошли тренировочные занятия по одиночной подготовке и проверку готовности к выполнению дальнейших задач. Девятого ноября волгоградский ротор сыграет с командой Кубань Холдинг. Для болельщиков, которые планируют отправиться домой на электричке, добавлены дополнительные рейсы электропоездов. Все подробности на нашем сайте. Волгоградки завоевали две медали Кубка мира по борьбе на поясах. Воспитанницы молодежного центра «Друзья» вошли в число лучших среди трех сотен спортсменов из 25 стран. А волгоградские черные тигры завоевали награды чемпионата и первенства России под хэквондо. В Волгограде пройдет всероссийский конкурс-фестиваль молодых исполнителей современной песни «Творческая неделя» на родине Александры Николаевны Пахмутовой. Кто войдет в состав жюри конкурса и какие награды ждут победителей. А также список самых полезных овощей и фруктов ноября. Какие профессии волгоградцы считают самыми благородными и почему необходимо избавляться от ненужных банковских карт. Все это и не только читайте на сайте mtv.online. Научиться понимать свои истинные желания, побороть страх перед сценой и как не потерять талант из-за неверия в свои силы. В Волгоградской консерватории имени Павла Серебрякова прошел мастер-класс «Артист. Путь победителя» от Марии Асачи. Вокальный психолог Музыкальной академии Ларисы Долиной рассказала преподавателям и студентам музыкальных образовательных учреждений региона о том, какие психологические установки мешают на пути к успеху. Все подробности у Лейлы Джумалиевой. Блестящее мастерство исполнения завораживающих мелодий и панические атаки при выходе на сцену. Этой ситуации знакомы даже всемирно признанным артистам. Что делать в этом случае? Простым языком о важном рассказала Мария Асачи. Более 30 лет музыка – неотъемлемая часть ее души. 20 лет психология – ее любимая профессия. Однажды она поняла, как объединить призвания и увлечения. Мария нашла дело всей своей жизни, а более тысячи артистов благодаря ей получили шанс для построения карьеры. И их талант не затерялся за вуалью страха. Артист – это в первую очередь мышление. То есть 80% мышления – это залог успешной артистической деятельности исполнителя. А 20% – это умений, в том числе, например, вокальных. И как раз-таки как психолог я работаю с этим мышлением. Слияние многолетней практики, как психолога и вокального педагога, помогает Марии раскрывать проблемы ментального здоровья обучаемых. Всего полтора часа помогли музыкантам по-новому взглянуть на свою профессию и осознать, насколько им близко то, чему они отдают время и силы. Валерия Абдуразакова 8 лет обучается игре на фортепиано. Три года посвятила вокалу, теперь планы кардинально изменились. Было очень интересно. Я много нового узнала для себя, сделала выводы. После сегодняшнего урока я как-то пересмотрела многое и решила стать актрисой, например. Потому что сказали, как бороться с волнением, сказали, как... Много советов дали, которые в будущем мне очень сильно помогут. Музыканты и преподаватели обсудили важность целевого запроса, научились приемам самодиагностики и голосовым практикам, узнали о природе лени, выяснили, где живет страх и какие они – современные инструменты борьбы с ним. Несмотря на то, что я не вокалист, но для меня это очень большая помощь. Просто я же тоже на сцене, и я тоже волнуюсь. Прекрасный психолог, прекрасный педагог. Дети наши просто в восторге, несмотря на то, что возраст разный. Я думала, наши дети не высидят полтора часа. Высидели с огромным удовольствием, задавали вопросы. О том, что мы на сегодня действительно потрясены этой встречей, она по-настоящему вдохновляющая. Она, безусловно, нам очень нужна, как людям творческим, да, и как педагогам, и как артистам, и как будущим звездам. Многие сегодня задумываются о своем истинном пути, правда же? И, наверное, это будет путь к счастью. Возможно, эта встреча станет катализатором прогресса для начинающих артистов Волгограда. Они смогут не только сильнее влюбиться в музыку, но и лучше понять себя. А это поможет еще проникновеннее исполнять произведения и достучаться до чувств каждого зрителя. Лейла Джумалиева, Александр Шишин, Время новостей. Юные волгоградцы завоевали 20 медалей на всероссийском турнире под Хэквондо. Воспитанники муниципальной спортшколы номер 15 стали обладателями наград чемпионата и первенства России под Хэквондо МФТМ, проходивших в Санкт-Петербурге. Юные спортсмены города-герои вошли в число лучших из более чем 1300 тхэквондистов из 42 регионов страны. Муниципальная детско-юношеская спортивная школа номер 15 основана более 40 лет назад. Тренеры-преподаватели готовят будущих чемпионов по шахматам, настольному теннису, тхэквондо, гандболу, мини-футболу и пауэрлифтингу. Четыре года назад на базе школы был создан клуб по тэквондо «Черные тигры». Эта школа боевых искусств зарекомендовала себя как одна из лучших в стране. В настоящее время в ней 46 отделений, в которых занимаются более тысячи человек. В Волгограде функционируют более 20 муниципальных детско-юношеских спортивных школ, в которых развивают спортивное мастерство около 14 тысяч ребят. А мы продолжаем знакомиться с искусством одного из самых интеллектуальных видов спорта. Профессионалы рассказывают и очаровывают игрой черно-белых баталий, разоблачают мифы о скуке в программе «Шахматы всей семьей за одной игрой». И в новом выпуске вы узнаете. Как составить стратегию успеха для маленького таланта? Как не бросить все на полпути и дойти до заветного титула «Гроссмейстер»? Что заставляет юных талантов без праздников и выходных часами рассуждать над шахматной доской? В то время как сверстники беззаботно веселятся за окном? И зачем шахматисту заниматься в тренажерном зале? Как воспитать настоящего чемпиона? Покажем и расскажем в выпуске «Шахматы всей семьей за одной игрой» наши главные помощники – чемпионы Волгоградской области по шахматам и их родители, а также Анастасия Гурова – директор городского шахматного центра. Все они готовы поделиться секретами успеха сразу после этого выпуска новостей. Далее реклама и прогноз погоды на ближайшие сутки. Что такое семья? Это ответственность. Получите максимум от своих сбережений. Открыть вклад на выгодную условию для себя и своих близких. СМП Банк вместе с вами. Волгоград. С 1 ноября по 31 декабря проходит Индийский фестиваль. Приходите за подарками к Новому году. Ждем вас ежедневно в Доме офицеров. Проспект Ленина, 31. Ух ты, может быть там геноскутер? Наверное, там планшеты для всего класса. Давайте посмотрим. А вдруг там котята? Не надо ничего трогать. Нужно позвонить. 112. Позвони 112. Единый номер вызова служб экстренного реагирования. Наша безопасность в наших руках. Будьте внимательны. Будьте поддительны. Сегодня ночью и завтра днем в Волгограде существенных осадков не предвидится. Ветер южный, юго-западный от 3 до 11 метров в секунду. Температура воздуха ночью около нуля, днем от 4 до 6 градусов со знаком плюс. Не забывайте посещать наши официальные страницы в социальных сетях. С подробной лентой новостей можно познакомиться на информационном портале mtv.online. Полная коллекция видео на rutube.ru. Не пропустите главное, подписывайтесь на наш канал. А на сегодня это все. Хорошего вечера и до встречи.